фиксин тв выпуск 73 можно считать открыты господа присяжные заседатели как-то кривовато сидит ладно хрен с ней капитан колонел фиксин колонел капитан пилотка точно сегодня всем любителям алкоголя я демонстрирую что мы пьем жутко педрильное пиво шпатен за 100 плюсом денег аня где открывачка а ты уже открыла молодец женщина пьем конечно же мы из кружки няш-мяш крым наш с замечательной нарисованной женщиной в стиле аниме и так посмотрите в записи качество блять кому не нравится смотрите жути что дают с интернетом траблы временные наслаждайтесь тем что есть так льем я что пивная кружка должна быть больше но сегодня мы пьем из этой чтобы продемонстрировать красоту кружка под стиль сейчас мы начинаем ладно пока еще не баню но предупреждаю что сегодня буду банить всех кто не знает новые правила моего жжи так что рекомендую ограничить свои вопросы и сдерживать свои оргазмы и так к этому всему у нас российский желтый волосатик украинский уже давно съедем новое правило моего жжи заключается в том что я баню всех агрессоров и тех кто думает об агрессорах как бы кто не понял кто бан тупых тоже баню запись выложу выложу конечно как обычно записывается же о бутылка стоит мешает там меня снимает камера запасная на случай если эта трансляция не запишется мне насрать на посещаемость у меня она не главная жизни я озвучиваю свои мысли если такая придется мохнатку забанить прощай мохнатка идем дальше прощай кви асд переверили переверили но что-то шпатом блин зачем его купил прощай партизон насчет платформы 83 все таки есть у меня мысли написать дорожную карту для новичков а заодно самому изучить 83 платформу управляемой формы но как обычно некогда или нет сил и нет времени и нет желания план у меня сегодня кстати тоже нет нет шляпа из крыма не было трех выпусков фиксинг тв фиксинг тв или даже двух скучали гниды баня всех тупых да и в жж и здесь да нет на отдыхе а то особо не скучаешь не было чем заняться по субботам я ходил одну субботу я ходил на международный чемпионат по стриптизу другую субботу еще куда-то ходил короче не исключаю по вам кого у нас я еще раз напоминаю особо озабоченным авторам что на тему бана и агрессорства я буду просто банить тупо смените пластинку поговорим о позитиве а кто не хочет я тому по отправлю в банк в крыму я завалил одну честную давалку ее анка пыталась слить но даже после слива благодаря моему таланту я смог ее завалить учитесь дети пока я жив ну не знаю шушукались они не шушукались я чужие мысли не умею читать но горничные там зачетные я бы вду не фиксионок не получился ебля была напряжу в презервативе около пяти фрикций мы зимой собираемся поехать в египет на новогодние так что поедем в египет к ебабабам и ебимотам ну горничная там молоденькая лет по тридцать ну там были еще поцелуи предварительные ласки но ебя заняла пять фрикций не я не хожу с над этим презиком ну а массовая меня повела на пляж видимо ей очень хотелось вообще Крым это полуостров нереализованных возможностей казалось бы столько женского мяса а проституток найти нельзя потом столько сдается жилья а по часам и по сути точно или хотя бы на ночь хер найдешь все сдают только отдыхающим так когда ты плывешь в море вокруг много пресной воды а напиться соленой воды напиться ей хуй напьешься так и в Крыму может когда до них дойдет и горная зона тогда там что-нибудь не жопой пошевелят а я что нибудь придумаю сто шестьдесят тысяч почему сто шестьдесят тысяч мой отдых обошелся в сто пятьдесят тысяч сто сорок семь там по-моему я писал из них сто десять это основной пакет вот если вы мне найдете какую-нибудь страну мира где можно вчетвером отдохнуть за сто десять тысяч в течение ну по основному пакету в течение семнадцати дней заебись Крым дешев я в Крыму аренду не брал авто потому что у меня есть права я водить не умею сто шестьдесят семь баб никогда не было не, ну я бы предпочел проституток в Крыму пошел пошел вставил слил получил удовольствие какую-нибудь красопеточку нет там можно наверное на дискотеку идти иначе лишнее целодвижение опоминаю искать проститутку на дискотеке как-то к таксистам подходить вообще стрёмно не знаю вдруг у них к Крыму не принято нет борделей посмотрим как найдет пакет напоминаю это самолет плюс питание и плюс отель это пакет мы с Крымской продолжаем общаться а она мне говорит если ты общаешься чтобы я не скучала то не надо ну типа и жалости и так далее я говорю да нет просто продолжим может когда мы встретимся еще поебем просто я понравился нормальные чики мне не дают приходится прикладывать усилия чтобы трахать четверок троек иногда пятерок ну в Египте есть пакетницы как и везде можно подкатывать к отдыхающим вот видите девушки в меня влюбляются как я как я и неоднократно говорил секс с Анютой это тема наша лично интимная я ее не озвучиваю ну уродины это тройки а я трахаю четверых иногда ха-ха-ха нет ну почему крымская была четверка вот ту которую я трахал в пятницу тоже была четверка совершенно бесплатно честные давалки блять ну я не помню сколько крымская лет около сорокета кстати крымская стрижка кстати крымская стрижка стоила мне 200 рублей и так и так напоминаю что с вами пиратская фиксин тв посвященная отдыху фиксинов крыму задавайте ваши вопросы про крым про еблю честных давалок и так далее я на них отвечу крымская работает продавщицей да блять не знаю что значит по десятибалльным мне он понравился в крыму не хуже чем в египте я бы сказал мне и в анапе понравился мне как то странный подход оценивать отдых по десятибалльной системе отдых может или понравится или не понравится Николь до свидания нет бабы это не отдых ну понимаете у меня к отдыху требования минимальные чтобы было где пожить пожрать в море покупаться тут нету места для четырех-пяти баллов трех баллов с отдыхом все проще Анка не хочет еще рожать пока никак не могу его ломать в принципе везде мы отдыхали хорошо мы же выбираем долго и тщательно куда ехать это игрушки Руслана у него малого ну я не спрашивал у них давать или не давать но они дрочат до оргазма до моего оргазма ну напоминаю да я в курсе что там снимали фильм Кавказская пленница так вот кстати а в Кавказской пленнице короче на этой неделе как это ни странно но я завалил двух честных давалок сам удивлен причем одну в четверг другую в пятницу ну четверг это конечно был стрёмный вариант вот двойка дамы сдерживайте свои оргазмы а ебля происходила в кустах возле моей работы правда там все кусты по стригли то есть то место где я драл паркову его уже нету там все деревья выкорчевали короче нету уютных уголков но можно было конечно протестировать вот эти новые туалеты но что то я как то не решился стремноватенько короче это была двойка она начала сосать наивно я думал что я буду ебать но я ей так объясню что я не хочу все же она двойка годно только на минет могу и только подрочить пальцем ну короче она меня отсосала проглотила а пальцем я ей так и не подрочил потому что что то мы вопрос опустили у меня было не 65 просто полновато ну тоже возрастная лет 40 наверное у меня служебный роман был по-моему несколько раз в жизни читайте книгу 100 кисок фиксинов там написано об этом а свежих нету романа я здоровый после крыма особо двойка двойка никем не работает безработная двойку я нашел на мамбе двойка очень хотела поебаться поэтому даже было согласно кусты я ее разочаровал но она не в обиде в принципе я и сразу писал на мамбе что предлагаю тебе минет в кустах потому что трах это не в моем вкусе она кстати на фотках выглядела страшнее чем в реале я сбросил 10 кило я думаю пора завязывать с минетом для двойки для двоек что то они меня уже вообще не прикалывают а что такое гидромассаж двойка в разводе да потому что она толстая да потому что она толстая потому что она 45 поэтому она двойка ну и короче я отсутствовал на работе 2 часа пока туда-сюда ну потом отработал правда не знаю что вы хотите про гидромассаж услышать нет конечно я решу 90 кг вот смотрите где в каком месте я толстый где где я толстый да ну вообще для мужчины внешность не так актуально как для бобцов понимаете у мужчины голова самое главное в каком месте у меня висит пузо ты слепорылый ну и при чем здесь гидромассаж ни хуя не поднимаю ну и короче да это было четверг в пятницу в пятницу в пятницу у меня была запланирована встреча с телкой ну как вам сказать она четверка лицом похоже на кавказскую пленницу из шурика кстати почему я вспомнил эту тему ну конечно 40 лет и 38 и 37 ну это вообще моя ровесница на блять тут какие то упырки троллят меня гидромассажем не понимаю что они хотят ну хуй с ними пускай не багуется ну понимаешь ты считаешь что это мои фантазии считаю что я ментов придумал вызов Крыму а не похуй я рассказываю просто о своей жизни а потом кого я ебу и как я сам удивлен что мне два дня подряд давали давалки в пятницу я вообще как то так особо не хотел что у меня еще секс с женой был в четверг вечером ну вот короче петь вообще был никакой не выспавшийся ничего и после работы 8.30 мы встречались честно давалка не прошло и 5 дней моего после отпуска у меня кстати на пальце остался вроде бы небольшой след от обручального кольца ну так это если присматриваться но если бы конечно честно давалка присматривалась или хотя бы пробила мой номер телефона по интернету блять она бы знала с кем она имеет дело ну а не пробила даже почту мы переписывались по почте 8 суток разврата вы нас покидаете ну и короче мы с ним пошли в кафе чешское там где был fixo fest ну чтобы попить пивка а я спросил кофе или пиво она сказала пиво то есть женщина не против выпить как оказалось вот ну я не знаю на алкоголичку не тянет но расслабиться под алкогольчик неплохо короче в окончании нашего заседания под пиво я волшебник как говорится мой коронный принцип твои слова тебе на плечи кто к нам с порчи придет тот от порчи и издохнет не я за естественность нахуй мне ценится загары и т.д. и т.п. ниже к ночи потенция под сиалисом я кстати до сих пор под сиалисом он уже действует 3-6 часов перед тем как трахать четверку я принял сиалис чтобы не ударить грязь лицом но блять меня подкачало как обычно мое распиздяйство я взял с собой только два презерватива блять на все израсходовал с интервалом где-то в час но утром можно было бы палку еще одну поставить я правда наврал этой честной давалке что иду на подработочку типа ипотечник и все такое не могу я здесь сказать что возвращаюсь к любимой жене и детям мы ночевали у нее прикиньте для новичков объясняю как я соблазнил 157 баб просто статистический метод делаешь подкаты к девушкам с простой фразой давайте познакомимся девушку из 30 подкатов одна дает телефончик из 10 давших телефончик вводите их все в кафе сразу на первой встрече предлагаете потрахаться заняться любовью пойти в номера из 10 от нас приглашается 300 подходов и одна честная давалка в зачете александр пистолета ах-х-х-х-х-х-х-х-х-х ах-х-х-х-х-х О да, много ты знаешь О тех, кто трахает баб Охотники тоже молча Стреляют свою дичь Выстрелили и потом никому об этом не рассказывают Вот такая рыба Это, блядь, не от рыбаков От рыбаков такого не услышат Это только услышат тех, кто покупает рыбу в магазине Да, Качо? Блядь, тупорылые какие Не, я подкатываю ко всем, кто мне нравится Дает одна из трех ста Насаживается на конец Ну все, конечно, зависит от личного ТТХ Может у кого-то дает одна из одной Или одна из десяти Мой показатель Одна из трех ста И сейчас же лето Комсомолка Ее дети в отъезде В отъезде ее дети У бабушки там Вроде бы Танцев сегодня не будет Хуйня с интернетом происходит Поэтому Я просто не смогу вам ютубы включить Приношу свои Извинения В XXX фильме, конечно Термо в этой пиратке Борцово точно Фиксин Джоэльсекс по гугле Продавщица хорошая телка Какая разница, к кем работает телка Хоть проституткой Главное ее оттрахать Ну примерно К 47 тысячам подкатывал Ну на мамбе Показатель проще Учитывая, что половина моих телок Из интернета Можно, конечно, считать подходы на мамбе Тоже, но фактически Думаю, 50 тысяч телкам Я подкатил Послужить Я получил 50 тысяч отказов Представляете? Это дохуя А, четверка эта-то Ну она офисный работник Одет-то обычно Нормально Лучше, чем я Что у нас там С бутылочкой Йо-хо-хо И бутылка Рома Пятнадцать жирных кис На мой член мертвеца Йо-хо-хо Поебаться мастер Эх И пенис Тебя доведет до конца Йо-хо-хо Поебаться мастер Ха-ха-ха Ну так, блядь Это лайфстайл такой Подкатываешь Кто-то отказывается Кто-то соглашает Потому что пятерки Это те Которых я трахаю И плачу от счастья Когда она Голая скользнула мне В постель Из ванной В темноте Я охуел Честно скажу Грудьки такие Налитые Попочка аккуратненькая Как игрушка Ммм Так, хотел бы Лицо, конечно Можно было бы И получше сделать Потому что Подбородок Немножко Заплыл жирком Вот Ну что вы хотите В этом возрасте Женщина уже не алё Но, блядь Фигура Однозначно Приятная кожа На ощупь А вообще Защибись И Сисечки Это второй размер С аккуратными Сосочками С крымской Я работал Ой, познакомился На маме Какая нахуй Разница Где она Продавцом работает Альгуня Приезжай Ножки оближу Ты Фудфетишистка Что ли Не Подбородок Есть Вот такой вот Но Фигура нормальная Вот И попа такая И кожа гладкая Офигенно Ну, странное сочетание Вот смотришь на её Жопу Когда трахаешь В позе рака Вообще Эстетическое удовольствие Но всё же В комплексе Плюс возраст Поэтому четвёрка Трахал Не плакал Вот Так чё Короче Там как дело происходило Ну, в конце нашей пивной Процедуры Когда мы уже допили пиво Почти Я предлагаю Ну что, останешься со мной На эту ночь в Москве Она Говорит Да, останусь Типа А где? Говорит Ну, в гостинице Слушай, у меня другое предложение Говорит Давайте деньги, которые ты хотел потратить На гостиницу Мы прогуляем А поедем Ко мне Не вопрос Только я не понял Что она подразумевает Под прогуляем Да, экономная бобца Ну, я тоже не понял Что за прогуляем Я говорю Блять Я не подумал Я же не знаю Как это В ночных клубах ходить Нихуя Такое развлечение В Москве Оказалось Она Под прогуляем Имела ввиду Пропьём Мы дошли до Япошки Она заказала Виски Я, чтобы не отставать Айриш кофе С виски Карачковская Не знаю Такую Блять Блять Это про четвёрку Которую Отразнул в 5 Насугаю Во, кстати Что меня ещё Смутило В ней Я эту четвёрку Прокунилингировал В принципе Но что меня Смутило В ней У неё запах Вот Есть Небольшой Вот Раздражающий Ну, как бы Там не совсем Но Немного есть Но и мне Не понравилось А так В целом Ничего Не, ну Вкус нормально Я Не когда Я делал Кунилингус А потом Почувствовал Куник нормально Прошёл Она возбуждается Всё как По теме Не Я же ещё раз Объясняю Когда я Кунилингировал Запаха Не было Думаю Запах Из дырки Но Он проявлялся Не всегда А Изредка Я чувствовал Ну, не знаю Что это такое Нет Ну, а что Сара Видно Баба Ебаться Хочет Да я Хлогик Сиды На горло Полоскал Когда у меня было Что-то там Простуда Какая-то Без проблем Ощущения Сдохла Нолодворская 60 Сдохла Прожила Бурную Активную Жизнь Да, у меня не такой Длинный Молочё там ещё Бля Тот самый борщ Ты не знаешь Что такое Женский клитор Что-ли Ну так ты 10 лет Бабы Начнут давать Лучше Стоял бы ещё Пенис А может быть Через 10 лет Уже пенис будет На пульте управления Нажал там Чик-чик-чик Поднялся Нажал другую кнопку Опустился Электро Ничего-нибудь такое Придумаю Кто его знает Пока ещё стоит Я В принципе Зачем с Алисикой Ёбан Я с Алисикой Ёбнул Чтобы Ну Для страховки Потому что Сами понимаете Что В четверг У меня было Два секса И в пятницу Я к сексу Был не очень готов Ну ничего Всё встало Ха-ха-ха-ха Как раз Пидоры и моют Подбрыжки Сальвадор Дали Блядь Если член перестанет стоять У меня останутся Пальцы Язык Главное Чтобы Хотелось Баб ебать Хуже Если Уже не захочется Если яйца Будут вырабатывать Тестостерон То хотят Собой Да Хуй с ним Раз в неделю Вредные вещи Можно употреблять Как это не буду Эротическое удовольствие Оно в глазах Мозгу Как раздеваешь бабу Обладаешь Ею Блядь Блядь Нормально Ну отпуск прошел И все И опять на работу Ну были ли там какие-то гели для душа Я не пользовался Так Муз Ой Шпат Ну каждая не дает А каждая трехсотая дает Нормально Мне хватает Фрикции было до хуя Честно Потому что я ее попробовал во всех позах И даже подушку под жопу подложил Она на все была согласна Какая возбудимая женщина Спали мы С открытым Балконом Прикольно Что летом Вообще было холодно Но под идеалом тепло И прямо С балкона были видны деревья Прикольно Новодворска я бы не ждал Думаю нет Это единица Томашка Баба четверка Которую я трахал в пятницу Моя ровесница Фуфло привет Не, она вышла у нас есть Мы на маме пообщались Нормально пообщались Ну даст еще пару раз В кружке Ну Я трахал проститут Так Красивых Сколько им лет Не знаю Но явно пятерки Трахал и плакал от счастья Да Было дело Не, ну думаю Они не Они старше чем 20 лет Вот Так что Надумаю Младше 20 не трахал За последнюю пятилетку Трандик Ну ты прям философ по жизни Вот у меня много женщин Я об этом говорю Но много Не в плане Сейчас Много А за всю жизнь было много Кто знает по жену Четверка еще не знает по жену Какая киргизка Был киргизский пятеро детей Блять А Миро Она же это Фригидная Она сама об этом писала И детей не хочет Вообще Никакой вариант К тому же Миро Лена Мурло Меня забанила В своем жуже Надо уметь Строить свою жену Чтоб терпела Да нормально там вагина Ольгу Ты не завидуй А дядка Я не знаю Как ухаживать за собой В отличие от тебя Ты еще не родила А уже жирная Как кобыла Ну блять Всех красивых телок Я хотел бы Тра Ольгу Новикову Лену Мурло Просто я С Марэну Марану Марэну Трахнул бы Почему бы нет Да не жирная Марэна Марана Нормальная она Ну не пятерка На четверка Ну блять Я уже вам про Крым Разгадываю До хуя времени В ЖЖ вам рассказывал Про Крым Что вам еще Блять Рассказать про Крым Вы спрашиваете Что-то более конкретное Персики Стоили 90 рублей За килограмм Дешево Ой блять Работа У нас Банить Идиотов Сладкие Но Хочу вам сказать Одну вещь Про персики Не про женские Персики А вообще Про обликосы Куда бы я хотел поехать Я бы в Испанию Может быть Хотел бы съездить Там еще не был В Грецию бы Хотел бы съездить Да Ну пока ты Никто Фуфло Корида Майданут Майданут Как кличка Приклеилась Под такой И поплывем Видишь Мы же сегодня Пираты Ну Фуфло Чини свой интернет Чини Раз у тебя Связь рвется У нормального Пацана Должно быть Без единого Разрыва Если ты будешь Плохо себя вести За тобой придет Капитан Пилотка Конечно Я Сверх Реальный Пацан Канал Уск Нефуфло Мы с тобой В мире Не будем Ты у меня Забанил Рыжа Поэтому Давайте Я забаню Профилактически Здесь Чтобы ты не страдал От того Что я тебя Называю Фуфлом Я баню Всех Кто пишет В антисообществе Пока Они не удалят Свои посты Так что Хочешь Быть разбанен Ластик В зубы И на палубы Драется Ко мне приходит Уведомление О том Кто Пишет посты Я сам Медпосты не читаю Я вообще Перестал читать Богинь Все это Говно Но авторов Постов Я вижу И я их Баню Сразу До заговорочного Да Мне приходит Уведомление Мудак Фуфло Написал Пост Туда Я хоп Щелка На ссылке Фуфло Ставлю БА Иди нахуй Фу То же самое Будет с хрюистом Аппликатором Я баню всех Ну как бы Нужно было Конечно Вообще забить На это все Но Почему нет Есть у меня Маленький Канальчик По которому Я вижу Авторов Я их баню Ну еще я баню Тех кто Моем ЖЖ Хуйню пишет Обычно Вот эти Мудаки Они же И в ЖЖ Пытаются Что-то написать Такое Хуевое Я их тоже баню Легко Ну хлюет Термлюкатор Это же Супер адекват Я их не баню А что-то у меня читают Знаешь ли Красная Пизда Ну пускай не пишут Главное Чтобы читали Полковнику Никто Не пишет Но колются И кактус Жрут Типа того Пока Есть мои Высеры В ЖЖ Они всегда Найдут своего Благородного Благодарного Или неблагодарного Читателя Потому что Кто еще вам Расскажет О половой ебле Честно И непредвзято Без выдумок И фантазий Только я Мои дорогие Каловые массы Да Четверку Надо бы еще Поебать Вот Может быть Сменить болгарку На эту четверку Кстати Надо и кликуху Придумать А Кликуха У нее Шурик Шурик А кликуха Такая у нее Потому что Она Похожая Лицом На кавказскую Пленницу Из фильмов Про приключения Шурика Ее имени Саша Шурик Еще раз Потому что Она Похожа На кавказскую Пленницу Морды Из приключений Шурик Посмотрим Что нам Пишут По смс Неблагодарной Каловой массы Блять Одна телка Хочет Самой Поебаться Сегодня Поразвратничать Но я ей ответил четко В будни Дорогая В будни Сейчас Кто не верит Кому я покажу Сука Обрыва укололся Заноза А блять О А блять Вы нихуя не увидите Нищебрудные Нищебродства Нищебродства Не Нихуя Вы не увидите Ну ладно Хуй с ним Сиолисты мой Сиолис Без тебя Бо стоял Не так А с тобою Поет душа И играет Гормон В штанах Ну короче Озвучиваем Она пишет Может встретимся На неделе Может встретимся Сегодня Поразвратничаем Что скажешь Я пишу В будни Она пишет Хорошо Напишу На неделе Но я еще Не трахал Может быть Мне пошла Полоса везения С честными Давалками Такое тоже бывает Я пишу Жду Милка Ми Л К Это обозначает Что я не молока Жду Жду Милка А это обозначает Что я жду Дорогая Милка Когда мы с тобой Потрахаемся Милка Попова Итак Ой блять Что это случилось Что это случилось В доме Облонских Смешалось Рано еще Крокодилу Еще есть У нас Время Целых 7 Невъебенных Минут Я почти Сожрал Всего Желтого Волосатика Но у меня Остался Еще Пару Глотков Пива Спрашивайте Задавайте Ваши Вопросы Господа Присяжные Запердатели Будем Вас слушать Немательно Да Сейчас Надо уметь Выжирать 0.75 Пива Или Здесь Сколько 0 Удивись Объем 0.5 0.5 Мы Кстати Честной Довалкой Тоже Выпили По 0.5 Чешского Пил По моему Ничего Такое Пивцо Какой Нахуй В жопу Футбол Футбол Для Неудачников Для Лузеров Те Которые Не Сами Живут А Смотрят За Чужой Жизни Кого Тебе Еще Позвать К Камеру В Камеру Твою Кого Позвать Еще Блюдей Что Там В Камере Делаешь Лучше Подрачи Блять Трамплюкатор У меня Есть Друг Андре Он Постоянно Мне Раньше Задавал Когда Мы С ним Тесно Общались Задавал Такие Вопросы Какая У нее Пизда А Глубокая Или Широкая Там Узкая Да Я Хуй Помню Что Ли Я Засунул Получил Кайф Что Поставил Галочку Но У нее Пизда Кстати Небритая Ну Там Не Совсем Лохматка Может Подкороченная Но Волосня Там Имеется Фло Блять Ты Умный Не Ебаться Блять Охуенно Умный Чувак Да Нахуй Плятный Плятный Блять Пляж Если На Бесплатно Нормально Не Ну Слизь Конечно Тоже Кайф Но Слизь Можно Конечно И С женой И С болгаркой А Вот Завалить Новую Телку Это Приключение Это Саспенс Мужики Валят Лес В Колыме Пускай Смотрят Футбол Вообще Не понимаю Этих Футбольных Фанатиков Блять Это Че Это Блять Пережитки Прошлого Средневекового Какое Нахуй Шоу Блять В пизду Театр Я в него Не ходил Вот Когда В театр Приходишь Ты Орешь Волочкова Раздвигай Ноги Раздвигай Раздвигай Сука Нет уже Такого Или Там Например Этот Кто там Танцует Не помню Его фамилию Например Басяшвили Вдуй Волочковой Возьми Ее на руки Подкинь Нет такого Нет А в футболе Там Орут Это У них Блять Нереализованная Жажда Там Они Хотят Чего-то Там А Нихуя У них Не получается С Бивисом Мы Где-то В интернете Познакомились Знаю Его Года Три Два Не помню Сколько Почему Дорогой Ялта По-моему Дороже Копейки Считать Если Там Например Другой Город Дешевле На Девяносто На Десять Процентов Ты Вжопу Его Вот Раньше Был Вау У него Была Кликуха Производная Имени Но У него Всегда Дивис Была Клика В интернете Кликуха Поэтому Я потом Начал Назвать Бивис Да Сто тысяч Ебанутых Собираются На стадионе По-моему Они Ебануты Честно Лучше бы Сами Между собой Футбол Играли Сто тысяч Человек Если Разбить По командам Это Получается Десять тысяч Команд Они Они Удовольствия Получили Охуительные Но Блять Они же Не Писатели А не Читатели Они Не Акторы А пассивы Не активы А пассивы Не объекты Но субъекты Вот что я могу Сказать Про футбольных Фанатов Ну Куда им Бегать Блять С их Заплывшими По полю С их Заплывшими Жиром От пива Блять Животами Короче Нахуй Футбольный Фанат Я участвую Я тоже Смотрю Порно Это Гуру Рокко Что такое Беру с них Пример Но я и сам Зажигаю А я и в бассейне Километр Проплываю Вот сейчас Зима начнется Пойду в бассейн Сейчас Наше шоу Подходит К концу Сейчас Секунду Не Однозначно Я проплываю Километр Могу забиться На спорт Приходите В бассейн Я проплываю Километр Без установок Ну заебись Готов поставить 3000 рублей Суки Блять Попоролы Когда я ходил Свинклуб Я видел Как люди Занимаются Секисом Живую Да Ладно По заявкам Телезрителей Показываю Карате Давай Не ну все А ротор Кстати Не поможет Сегодня не поможет Ладно Я закругляюсь Я сказала Выключай Мои друзья Все Все Ой Ой Подожди Отойди-ка 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 Продолжение следует...